На часах 19.30, как всегда, по вторникам вечером, программа прямо сейчас в прямом эфире. Виталий Сопрыкин в студии. Отмечу, что мы работаем одновременно и в телевизионном, и в радиоэфире. Вместе с экспертами программы мы ждем ваших вопросов. Звоните к нам в студию по телефону 393-888, код Хантамансийска 3467. Наверное, самая горячая тема последних двух-трех месяцев – переход на новый формат обращения с твердыми коммунальными отходами. Говоря проще с мусором, с этого года за это самое обращение отвечает одно учреждение – «Юграэкология». У нас в гостях заместитель директора этого предприятия Ирина Бабурина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Валерьевна, и первый вопрос называется, что сразу в лоб. А почему именно с вашей компанией необходимо заключать договор на услуги обращения с твердыми отходами? Как уже вам было отмечено, с 1 января в Хантамансийском автономном округе «Югре» осуществлен переход на новую систему обращения с отходами. И определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это акционерное общество «Юграэкология». По сути, мы являемся единственным поставщиком этой услуги. Поэтому именно с нами необходимо заключать договор. Хорошо. А как это сделать? И главное, в каких случаях это надо делать? Или это обязательно для всех? Заключать договор надо в следующих случаях. Во-первых, договор заключают в обязательном порядке. Это собственники частных домовладений, частный жилой фонд. И граждане многоквартирных домов, там где осуществлен переход на прямые договоры с региональным оператором. То есть где региональный оператор предоставляет эту услугу напрямую. В любом другом случае такой договор заключается с управляющей компанией. То есть если у них есть договор с управляющей компанией, все-таки остается по-старому. Да. Если перешли по решению общего собрания на прямые договоры с региональным оператором, такой договор заключается с региональным оператором с гражданином. В каких городах у нас уже все дома, квартиры перешли? Это муниципальное образование город Ханты-Мансийск, Урай, Кандинский район. В остальных муниципальных образованиях южной зоны в них входит 11 муниципальных образованиях. Там есть и услуга через управляющую компанию, и услуга напрямую региональным операторам предоставляемая. То есть в итоге все остальные муниципалитеты тоже рано или поздно перейдут к вашей компании? Поздно, да. В настоящее время управляющие компании нас оповещают, проводят собрания. И по итогам проведения собрания направляют в адрес регионального оператора протоколы о переходе на прямые договоры. А как это можно сделать? Договор заключить можно, если мы говорим город Ханты-Мансийск, обратиться напрямую к региональному оператору. Мы находимся в торговый центр Гермес, пятый этаж. У нас там есть специалисты абонентского отдела, которые принимают заявление, оформляют договор, сообщают о готовности договора и выдают экземпляр гражданину. В некоторых случаях это делается прямо, когда гражданин пришел и на месте. А ему обязательно идти в очередь? Договор на самом деле является публичным. Заключение его в обязательном порядке не требуется. Но если гражданин желает иметь на руках бумажный договор, мы не вправе ему отказать. И такой договор будет подготовлен и направлен гражданину. Можно это сделать? По интернету у нас 21 век. По интернету совершенно верно это можно сделать. На официальном сайте Юграэкология есть раздел потребителям, раздел договорная кампания. Там можно заполнить заявление на заключение договора и направить его на адрес электронной почты регионального оператора. Как только это заявление пришло, в течение 15 рабочих дней мы подготавливаем договор, оповещаем гражданина, либо отправляем его по почте. В заявлении он указывает способ получения этого договора. Либо почтой, либо в офисе регионального оператора. Как ему удобно. Да, как ему удобно. Напоминаю номер прямой линии, по которой вы можете задавать вопросы. 393-888, код города, 3467. У нас первый дозвонившийся. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, я из Ханты-Мансийска. Я живу в частном доме в поселке Су-960. Ну, Су-967, это считается черта города. Вот, ситуация у нас такая. Мы четыре домохозяйства поставили, два мусорных бака. Естественно, оплачиваем вывоз нашего мусора. Но дело в том, что мусор в эти баки сбрасываем не только мы, а и те, кто не оплачивает. То есть вот со всех сусиков прямо на машинах везут и скидывают. И в итоге получается, что баки-то всегда переполнили, и грязь-то именно рядом с нашими домами. Ну вот, честное слово, и в грязи жить не хочется, и платить на себя из-за того парня не хочется. И вопрос, вот как в частном секторе именно должна и как будет решаться проблема вывоза ТБО. И нам-то что делать? Замки на баки ставить? Это вообще реально? Спасибо. Насколько это Ваша компетенция? Смотрите, по частному сектору организацией мест накопления площадок твердых коммунальных отходов занимаются органы местного самоуправления. Это полномочия муниципалитета организовать места накопления площадки, в том числе и для частного сектора. И как только будут организованы эти площадки дополнительно, региональный оператор включает в транспортирование, в маршрут транспортирования эти отходы транспортируются. Если, как Вы говорите, площадок не хватает, либо они неправильно обустроены, Вам в данном случае необходимо обратиться в департамент городского хозяйства города Ханты-Мансийска по всем вопросам организации мест накопления площадок. Ирина Анатольевна, наши зрители также спрашивают, договор с Юграэкологии не заключили, но квитанция все равно приходит. Это, наверное, мы о том говорим, что необязательно? Или кто-то до сих пор плачет обслуживающим компаниям? Кто-то Вам? Это также вопрос во взаимосвязи с тем вопросом, который задал потребитель, что мы платим за другого парня. Хочу уверить, что никто за другого парня не платит. В данном случае расчет, живете Вы в многоквартирном доме или в частном домовладении, в любом случае осуществляется. Расчет производится из количества проживающих в жилом помещении, в жилом доме, соответственно, на норматив накопления и на тариф. Поэтому в любом случае соседние дома, им начисляется оплата, и они также это оплачивают. В городе Ханты-Мансийске это делается через информационно-расчетный центр. Он является нашим агентом по расчетно-кассовому обслуживанию, проводит начисления как для многоквартирных домов, так и для частных домовладений. Скажите, куда направлять претензии, если претензии по услуге не согласны с суммой в квитанции? Если не согласны с суммой в квитанции, также для удобства потребителей, я как уже сказала, это агент по расчетно-кассовому обслуживанию, наше акционерное общество, информационно-расчетный центр. Поэтому заявления с просьбой о перерасчете необходимо направлять туда. Они располагаются на рынке Лукошко. Это Ханты-Мансийск. Это Ханты-Мансийск. Если мы говорим о других муниципальных образованиях, то там также выбраны агенты по расчетно-кассовому обслуживанию. Если это Нягань, это единый центр процессинга и биллинга. Остальные у нас получается 9 муниципальных образований. Там один агент, это Газпром, Энергосбыт. У них плата за услугу по обращению стыков включена в платежный документ с электроэнергией. Это энергетики. Насколько это дорогая услуга? Дорогая, недорогая. Сказать об этом на сегодняшний день дорого нельзя. Потому что ранее эта услуга не была коммунальной, как вода и тепло. Ранее эта услуга была жилищная. Она входила в состав платы за жилое помещение. То есть бралась с квадратного метра. Сейчас эта услуга коммунальная. Рассчитывается из количества постоянных и временно проживающих в жилом помещении. Поэтому говорить мало это или много нельзя. Региональной службой по тарифам были собраны и положены в тариф все затраты обоснованы. Экономически обоснованные затраты. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день эта услуга приобрела форму коммунальной и строго регламентирована тарифом. Мы к этому вопросу еще вернемся. У нас, говорят, есть еще один дозвонившийся. Пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Я жительница Хантамансийска. Меня возмущает повышение цен на вывоз мусора. Раньше я летом буквально платила 212 рублей за вывоз мусора. А сейчас 800 рублей с лишним. Это в 4 раза у меня повысилась цена. Но мусора у меня в 4 раза больше не стало. Как я выносила мешок, ну там пакетик, да, так и выношу пакетик. Чем это можно объяснить? Я так понимаю, наверное, речь идет, если мы говорим, что берется с человеком, я так понимаю, что там семья многодетная, наверное, вероятно, да? У вас проживающих 7 человек. Видимо, отключились. Отключились. Ну, судя по всему, не один человек живет. Это, опять же, к тому же предыдущему вопросу, из чего складывается размер платы гражданина. Это самое, кстати, интересное вопрос. Размер платы гражданина складывается. В каждом муниципальном образовании принят и утвержден норматив накопления на человека. То есть, проще говоря, норматив твердокоммунальных отходов на одного человека в год. Если мы берем по южной зоне, в среднем это... А что такое южная зона? Сразу уточните, что ли? Южная зона – это 11 муниципальных образований, где сейчас осуществляет деятельность региональный оператор. Это Ханты-Мансийск, Урай, Кандинский район, Нягань, Пытьях, Югорск, Нефтеюганский район, Октябрьский район и Советский район. Это 11 муниципальных образований. Жаркая южная зона. Да, это южная зона. Поэтому есть норматив накопления. Если берем город Ханты-Мансийск, это 2,19 куба в год. С человека. С человека. То есть, посчитана норма на человека. Так же, как вода, если нет счетчика, есть норма воды на человека. Так же и здесь. Норма мусора на одного человека. Соответственно, 2 куба в год и тариф. Тариф 731,80 рубля. Это единый тариф на всю южную зону. На все 11 муниципальных образований. Давайте, чтобы было понятно, сколько в месяц плата составит. В месяц плата в городе Ханты-Мансийске, если это многоквартирный дом, составляет 133 рубля 55 копеек с человека. Если это частный сектор, это 200 рублей 33 копейки с человека. С человека. С человека. Чтобы мы не запутались. Вопрос задала девушка, видимо, из Ханты-Мансийского, возможно. Раньше 200 рублей платили, а теперь 800. То есть, получается... Ну, вот у всех, да, вопрос один. Как я уже сказала, нельзя говорить о том, что тариф повысился. Раньше туда не были вложены экономически обоснованные затраты. Ранее нельзя сказать, что мусор доезжал, допустим, до полигона, а не выкидывался где-то в лес. Поэтому у нас сейчас мы имеем несанкционированные свалки. Ведь задача регионального оператора, он, по сути, отвечает за весь технологический процесс. Если говорить простыми словами, от контейнерной площадки до полигона. Чтобы мусор от контейнерной площадки ушел на полигон, а не где-то в лес. То есть, главная пока задача на первоначальном этапе регионального оператора. То есть, даже если это повышение, скажем, как люди говорят, повышение тарифов, у них такое мнение, повысили нам оплату за, скажем так, вывоз мусора. Но тут еще один тонкий момент же есть. Если, например, 6 человек в квартире живет, то, естественно, для них сумма выплат будет больше ежемесячная, безусловно, если по новым меркам. А если живет один, останется та же, наверное. Один, два, три человека, в зависимости от того, в каких квадратных метрах проживает гражданин, и как вот он ранее оплатил. Если гражданин проживал, проживало три человека, и размер жилплошади составлял 100 квадратов, плата не изменилась. По сути, она также и будет 400 рублей. Та же самая. А если для одинокопроживающих плата, наоборот, снизилась. Но, опять же, смотря в какой квартире проживал гражданин. Мы вернемся к этой теме, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, в эфире. Алло. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте, меня Сергей зовут. Смотрите, какая ситуация. Я живу один и работаю вахтой. Две недели я работаю, две недели дома. И получается, что я мусор, ну, произвожу, да, только две недели. А плачу, ну, получается, за целый месяц. Есть ли возможность как-нибудь, ну, не знаю, пересчитать там мне? Я могу справку с работы, в принципе, предоставить. Вот такой вот у меня вопрос. У нас много вовториков. Совершенно верно. В данном случае эта услуга подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием гражданина по месту проживания. В данном случае, если это город Ханты-Мансийск, понятно, вы обращаетесь с заявлением на перерасчет в информационно-расчетный центр, прикладываете справку, действительно, с места работы, что вы находились на вахте в такой-то, по такой-то период. За этот период вам будет произведен перерасчет. Если это другое муниципальное образование, не представился у нас гражданин с какого муниципалитета, то на сайте, на нашем официальном, можно увидеть адреса агентов, куда можно такое заявление отнести и приложить документы. Ну, то есть, где присутствует, собственно говоря, Юграэкология, это можно сделать? Да. То есть, в тех муниципалитетах это... Да, совершенно верно. Подать заявление на перерасчет. Сразу, о каких льготах на данную услугу и какие категории граждан могут получить компенсацию, скажем так, есть вообще... Конечно, раз эта услуга перешла в разряд коммунальной услуги, то, соответственно, данная услуга, как любая коммунальная, те льготные категории граждан, которые получают компенсации платы за коммунальные услуги и субсидию, также имеют право на получение компенсации на эту услугу. В настоящее время такая компенсация всем льготным категориям производится. Тот, кто эту компенсацию получал, не надо идти в многофункциональный центр или в центр социальных выплат, она автоматически выплачивается гражданинам. Автоматически. Да. Кто получал, он куда не идет и не оформляет. Все, отлично. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, да, говорите. Мы двое пенсионеры, живем в частном секторе. И у нас, значит, есть договор, у нас 120 литров ящик этот с договором с ДЭПом. И у нас раз в месяц вывозится. У нас получается полтора куба на человека в год. Даже не в год, не на человека, а на двоих. Полтора куба. Понимаете? Мы не работающие пенсионеры. Один, причем, инвалид. И нам такие, что мы считали, мусор, который мы не можем даже провести, физически не можем. Понимаете? У нас действительно выводится раз в месяц 120 литров. Получается полтора куба на двоих. А нам сделали шесть с лишним кубов. Понимаете? Вы когда сказали сейчас два куба, то нам сделали шесть с лишним кубов. У нас шесть, двести что ли там получается. А кто сделал, скажите? У нас вообще не может такого мусора прийти. Но откуда такие деньги, понимаете? Берутся с нами. Двести один рубль с человека. Мы поняли ваши вопросы. Действительно, частный сектор, как я уже говорила выше, размер платы составляет 200 рублей 33 копейки. Расчет производится, исходя из норматива накопления. Норматив накопления по городу Хантамансийску на индивидуальные жилищные строения составляет 3 куба 285 в год. Да, он выше, чем норматив на многоквартирные дома. Но на сегодняшний день плата рассчитывается именно так. Поэтому вы получаете за месяц 400 рублей начисления за двух человек, проживающих в частном жилом доме. А там было сказано, что один из проживающих инвалид. Они могут рассчитывать, наверное, на какую-то компенсацию? Я считаю, что да, конечно. Имеет смысл рассматривать это? Я думаю, что эта компенсация должна им уже автоматически приходить. Все-таки советую обратиться в Центр социальных выплат об уточнении, приходит ли эта компенсация и в каком размере. Центр социальных выплат у нас находится на Барабинской. Это в Ханты-Мансийске. Это в Ханты-Мансийске, да. У нас где, скажем так, больше всего платят люди из тех 11 муниципальных образований? И где меньше всего? На сегодняшний день меньше всего у нас люди платят в Кандинском районе. Там были изменены нормативы накопления на одного человека. Плата в Кандинском районе в многоквартирных домах составляет 71 рубль. В частных домовладениях 100 рублей с копейками с человека. А в среднем во всех остальных муниципалитетах, остальных 11 муниципалитетах Южной зоны, норматив накопления, он вот такой. 2,19 это многоквартирные дома и 3,285 это частные домовладения. Вы сейчас говорите о кубах, да? Да, о кубах. А если в рублях мы перейдем? А если в рублях, то 130 рубля 55 копеек и 200 рублей 33 копейки это частный жилой сектор. То есть это во всех остальных муниципалитетах? Еще один момент. У вас же существует калькулятор тарифный, который действует? Да, мы сегодня презентовали на нашем сайте калькулятор по расчету платы за твердые коммунальные отходы. Поэтому любой гражданин, который хочет проверить, правильно ему производится начисление по тем ли тарифам, заходит на наш официальный сайт, проваливается в этот калькулятор и смотрит, какова его будет плата за месяц. То есть он должен что вбить в этот калькулятор? Где он живет, наверное? Где живет там населенный пункт, вбивается Ханты-Мансийск, там Кантинский район, поселение, и количество людей, которые проживают в жилом помещении, в жилом доме. Ну вот сейчас такой каверзный вопрос задам, может быть, долго на него отвечать. Все-таки, вот смотрите, в Кантинском районе вроде все люди одинаковые, да? Вот мы кушаем, там что-то выбрасываем. А почему там меньше платят, чем, например, в Ханты-Мансийске? Меньше платят потому, потому что органами местного управления был принят и изменен норматив накопления на человека в год. Поэтому размер платы, соответственно, снизился. Ну то есть получилось, что там люди меньше мусорят? Ну получается, если простыми словами говорить, что да. Мы будем знать, где у нас живут самые меньше мусорящие люди, в Ханты-Мансийском районе, кстати. Обращаю внимание. Вот скажите, ваш организация будет, просто это тоже вопрос, он не раз звучал в наших соцсетях, ваша организация будет участвовать в строительстве этих полигонов, развитии полигонов, вот этого движения, скажем так, куда будет свозиться отходы? Вообще деятельность регионального оператора, она строго осуществляется в соответствии с территориальной схемой, которая как бы принята в Ханты-Мансийском автономном округе, да. Запланировано строительство пяти межмуниципальных полигонов, это Нефтьюганск, Сургут, Нижневартовск, Нягань и Ханты-Мансийск. В Невтьюганске уже строится. В 2018 году начато строительство межмуниципального полигона в городе Нефтьюганске, планируемая дата окончания работ 2020 год. А у нас в Ханты-Мансийске появится полигон новый? Ну, по территориальной схеме он должен появиться. То есть, в любом случае, эти пять полигонов когда-то появятся, да? То есть, первый появится Нефтьюганский, насколько я понимаю. То есть, вы там не будете участвовать, да, как организация ЮГРА, скажем так, колония? В любом случае, если появится межмуниципальный полигон, то все потоки мусора, когда этот объект будет включен в территориальную схему, пойдут через этот межмуниципальный полигон. Если он будет включать сортировку, то, соответственно, все процессы будут идти через этот объект. Вот, кстати, насчет сортировки, да, мы говорим, что новый формат обращения с твердыми коммунальными отходами в связи с появлением организации. Ну, и ясно, что югорчане тоже должны как-то по-новому относиться, наверное, к мусору, скажем так. И вот в этой связи возникает вопрос, есть ли прогноз, когда окончательно выйдем на раздельный сбор бытовых отходов? Есть такие прогнозы? Прогнозы выхода на раздельный сбор также зависят у нас от муниципальных образований, так как это полномочия органов местного самоуправления, в эти полномочия входит организация раздельного сбора. Как только такой раздельный сбор будет организован, соответственно, и расчет размера платы граждан, он поменяется. Он уменьшится? Ну, прогнозируем, что он должен уменьшиться, потому что начислять мы будем уже не исходя из норматива накопления, а столько, сколько вывезли, по факту. То есть из-за объема контейнеров, которые установлены на контейнерные площадки, и периодичности их вывоза. Ну, то есть получается, ну, раздельное, скажем так, разделение мусора, да, оно как-то повлияет на объемы? Как это может интересно? Конечно, повлияет. Будут сортироваться отдельные виды отходов, соответственно, и по факту одни отходы будут увозиться в определенные потоки, будут распределены, соответственно, мы считаем, что все-таки плата граждан в связи с этим должна будет снизиться. Они будут плачать за факт. Вот вывели... Как вот многие сейчас говорят, что очень большой норматив, да, два куба в год, это много на человека. Три куба в год, это много. Ну, тогда будет видно, когда муниципалитетами будет организован раздельный сбор, и угроэкология готова производить начисления по фактическим затратам. То есть граждане напрямую должны быть заинтересованы в раздельном складировании мусора. Скажите, а вам не кажется, ну, вот просто, не первое слышу, да, вот два раза сегодня в эфире слышали от наших зрителей, что это много, два с половиной куба, там, три куба, четыре куба, это много. А насколько, как вы думаете, объективно оценены объемы муниципалитетами и при расчете, скажем, оплаты? Ну, в любом случае, когда нормативы накопления утверждались муниципалитетами, производились замеры. Твердых коммунальных отходов в четыре сезона. Я думаю, что в любом случае, если объемы, как говорят граждане, не соответствуют действительным, и муниципалитеты будут их пересматривать и соблюдут процедуру, как положено, да, по методике принятия этих нормативов. Вы думаете, пойдут нас соблюдать? Ну, я не знаю, но на сегодняшний день нормативы приняты. Для нас это нормативный документ, которым должен руководствоваться региональный оператор. То есть четко должны... Да, муниципалитет принял, мы четко следуем этим нормативам. Вот на сегодняшний день они такие. Есть норматив, есть тариф. Понятно. То есть и последний вопрос такой, если очень кратко, да, вот, скажем, раздельный мусор, когда у нас все контейнеры и площадки будут соответствовать новому требованию? Ну, как вы думаете, ваше предположение фантастическое? Ну, мы надеемся, что в 2019 году работа муниципальных образований по формированию реестра контейнерных площадок и организации раздельного сбора будет завершена. Отлично. Наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю Ирину Бабурину за то, что пришла к нам в студию и ответила на столь злободневные вопросы. Посмотреть эту программу еще раз, выслушать ответы экспертов на самые различные вопросы вы можете на портале ugratv.ru. Я с вами прощаюсь на телеканале Игра и встретимся вам в следующий вторник. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok